Подводить итоги жизнедеятельности Новороссийска представители исполнительной власти начали с минувших суток, в частности, с ситуации на дорогах. По традиции, в День военно-морского флота город-герой становится местом притяжения для десятков тысяч гостей. Не стал исключением и этот год. Такой наплыв людей, приехавших на праздник из соседних городов, практически сразу же отразился на загруженности основных магистралей. К образовавшимся заторам в течение дня добавились многочисленные аварии с участием больших грузов. Сотрудники отдела ГИБДД старались прибыть на место ДТП как можно быстрее, чтобы освободить дорогу для проезда автотранспорта. Но вместе с тем пробки все равно образовывались уже в других районах города. Вчера сложная ситуация в Широкой Балке была. Вечер уже в 16. Я даже на телефон писали, что-то помогите. Я поехал вечером, уже приехал, сидит там, там уже рассосалось. Основная почва была большая пробка. Через неделю начнут ремонт дороги на широкий угол, на реки, капитал. То есть тоже будет мало социально. Мы леем визу, чтобы дорогу было делать, потому что она нужна. Ситуацию на дорогах города за первые полгода 2018-го обсудили представители исполнительной власти и правоохранительных органов. За минувшие 6 месяцев было проведено 9 совместных комиссий по безопасности дорожного движения. Несмотря на повышенное внимание к этому вопросу всех заинтересованных сторон, за отчетный период на территории города произошло 157 ДТП, что на 11 случаев больше по сравнению с первым полугодием 2017-го. Также в результате аварии увеличилось количество погибших и раненых. Количество погибших в составе 17 человек плюс 2. Количество раненых – 172 человека плюс 4 по сравнению с прошлым годом. С участием детей за первым полугодием произошло 26 ДТП плюс 8 роз. Количество раненых – 27 человек плюс 8. Основное из них – это 17 ДТП с нарушением движения по пешеходному переходу. С участием водителей, управляющих транспортными средствами, в состоянии обвинения зафиксировано 13 ДТП на 5 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными причинами ДТП первого полугода 2018 года является нарушение очередности проезда, выезд на встречную полосу и соблюдение дистанции. До конца этого года еще 10 решений комиссии по безопасности дорожного движения будут выполнены. Формируется перечень и на 2019 год. На сегодняшний день насчитывает уже 61 пункт, в том числе появление 11 новых светофоров. Это комиссия подтверждается. Это не будет взрывом, что мы сейчас светофоров наставим. Нет, ради бога. Если это повлияет на улучшение безопасности дорожного движения, надо делать и не бояться этого делать. Закладывать деньги, чтобы молодежь найти вещи. Подвели в ходе расширенного совещания и итоги сдачи ЕГЭ. На сегодняшний день из почти полутора тысячи выпускников 11 классов аттестат об окончании школы не получили 4 человека. В этом году, кроме 8 общеобразовательных учреждений, пункты проведения экзамена впервые были размещены на дому и в следственном изоляторе. 188 вчерашних 11-ти классников окончили школу с отличием, получив медаль за особые успехи в обучении. А 10 выпускников сдали такие предметы, как русский язык и химия, на 100 баллов. В завершении совещания Гердиченко дала ряд поручений своим заместителям, начальникам управления, главам районов по благоустройству Новороссийска. Касались они озеленения, установки детских игровых элементов и площадок, технического состояния памятных мест города-героя.